и снова здравствуйте добро пожаловать на канал batomi investment сегодня мы прогуляемся по парку 6 мая его любят как приезжие так и местные здравствуйте меня зовут полина я профессиональный гид по аджаре и сегодня вам приведу экскурсию по парку 6 мая парк 6 мая он является одной из основных достопримечательностей батуми вот и сегодня мы узнаем с вами его историю пойдемте сейчас мы стоим с вами у главного входа в парк он находится на улице миликишвили на пересечении улиц миликишвили и сейчас эта улица называется башидзе она называлась сталина и очень многие до сих пор здесь ее в городе называют сталина а вот эта улица называлась улицей энгельса да и соответственно так и называют сталина и энгельса очень многие местные жители вход в парк украшает фигура женщины-летчицы это первая летчица в аджаре и вообще аджаре она очень долгое время была под под колонизацией османской империи соответственно здесь было очень много мусульман практически все аджарцы стали из православных мусульманами и у мусульман вообще не принято чтобы женщины занимались какими-то мужскими делами и поэтому первая женщина-летчица да в таком в таком мусульманском до государстве бывшим была очень как бы такой значительной фигуре соответственно здесь поставили ее памятник она погибла во время великой отечественной войны но не во время боевых действий во время испытательного полета и вот здесь вот сейчас называют ее девушка с самолетом встретимся у женщины с самолетом то есть она вот такой вот значительная фигура значительная фигура в батуми все ее знают чем в парке расположен клуб такой небольшой пенсионеров они здесь собираются играют шахматы в шашки вообще большой клуб пенсионеров находится на бульваре он называется но он и он прямо большой есть пьют кофе тоже разговаривают общаются а здесь такой как мини филиал поэтому здесь тоже можно встретить вот дедушек поговорить с ними пообщаться всегда они рады могут поиграть с вами в шахматы и в шашки всегда открыты к общению парк был основан в конце 19 века и назывался когда был основан александровским честь императора тогдашнего александра 3 вообще парк изначально создавался для того чтобы гимназисты из александровской гимназии которая располагалась здесь рядом могли отдыхать в парке гулять читать свои книги конспекты какие-то то есть такое чтобы было место отдыха для гимназистов то и соответственно для горожан сам парк высаживал известный французский садовник де альфонс также он принимал участие в озеленении и бульвара и принимал участие в озеленении ботанического сада вот такой известный известный на тот момент садовник он остался жить здесь его кстати дети тоже остались здесь и сейчас его правнучка живет в тбилиси сейчас я вам расскажу расскажу легенду про то почему озеро названо ну и гель когда-то здесь был абхазский поселок и в этом поселке жил мальчик который назвали нури и как-то он пошел к озеру заниматься ну рыбачить да вот и случайно его затянуло и он утонул потому что в озере были подводные воды да такие вот течение и его затянуло и он утонул и его дедушка он не мог никак смириться со своей потери до своего любимого внука и он каждый день приходил на озеро и говорил ну ригель что на абхазском языке означает ну и вернись то есть он постоянно его звал и после этого озеро так и стало называться когда-то в советское время она называлась пионерским озером но все равно сейчас до сих пор название вот этот вот но ригель она есть и на картах она тоже обозначена потому что вот в честь вот этого любви дедушки к своему умершему внуку вот в каких-то источниках говорят что это был отец каких-то говорят что мать но как-то вот более такой вот как сказать более такое печальная до какое-то его такой вот прямо ну что это и было именно дедушка да как то мы представляем всегда что это было именно дедушка. Сейчас озеро является одним из любимых мест для посещения горожан. Также здесь есть байдарочный клуб, где можно заниматься бесплатно. Дети здесь занимаются, учатся кататься. Даже зимой здесь проходят занятия. Любой желающий может записаться и учиться кататься на байдарках. Сейчас мы с вами находимся рядом с одним из таких развлечений Батумских парка. Это лодочки. Они электрические. На них можно кататься по озеру. Раньше эти лодочки были оборудованы, особенно эти круглые, был оборудован даже мангал, и можно было кататься по озеру и жарить шашлыки. В хорошую погоду открывается замечательный вид от озера на горы. Батумские – это любимое место прогулок горожан. Все батумцы от мала до велика всегда гуляют в парке. Дети здесь есть. Есть и зоопарк, и карусели, и дельфинарий, где очень часто туристы его посещают. Сейчас я вам расскажу про дельфинарий. Пойдемте посмотрим на него. Сейчас, конечно, парк приобретает уже более какое-то современное очертание. Благодаря тому, что здесь строятся небоскребы, один из них здесь уже более современный вид. И вот такое сочетание именно старинного парка, старинного дельфинария с новыми небоскребами, оно очень необычное. И в Батуме вообще очень прослеживается это, что старое соединяется с новым. Поэтому это очень интересно смотрится. Обратите внимание, сейчас уже почти заканчивается стройка. Здесь тоже очень такой интересный вид. И видно, что город развивается. Когда старое с новым, это понятно, что город развивается, город отстраивается. И это очень смотрится интересно и необычно. Значит, дельфинарий был основан в 1975 году. И он был первым дельфинарием на территории Советского Союза. И одним из самых больших дельфинариев в мире. Сейчас мы видим вот это здание, но оно перестроено. Раньше дельфинарий был совсем другим. Если вы смотрели фильм «Любовь и голуби», то вы, наверное, видели кадры именно из этого дельфинария, каким он был раньше. То есть этот амфитеатр был более открытым, было меньше посадочных мест. Но в 2011 году дельфинарий перестроили. До этого 20 лет он не работал вообще. Потому что в 90-х годах после распада Советского Союза во многих постсоветских странах был кризис. И, соответственно, дельфинарий не работал, просто было не до этого. Потому что в Грузии действительно были очень тяжелые времена. И дельфинарий, такие моменты, как туризм, развлечение, это уже оно отошло на второй план. Было люди, многие боролись просто за выживание. И, соответственно, дельфинарий пришел в негодность. Дельфинов продали в разные другие страны, более развитые. Но сейчас дельфинарий работает, да, и представление проходит летом два раза в день. Зимой один раз в день по субботам, воскресеньям и пятницам. В Батуми есть одна такая интересная легенда, связанная с дельфинарием. Когда-то, мы знаем, что Батуми это морской порт, да, и здесь очень много живет моряков. И один из моряков решил привезти себе, ну, в подарок к своим детям, пингвина. Маленького настоящего пингвина. Он его сюда привез, но пингвин, как бы, он для дома, ну, такое себе домашнее животное. И поэтому куда одеть пингвина? Конечно, он отдал его в дельфинарий. И здесь в течение где-то трех лет жил маленький пингвин, который постоянно участвовал тоже в представлениях, радовал зрителей. Вот, было очень интересно и очень забавно. Но этот пингвин, он был очень юркий, и он один раз через трубу, которая сток, он убежал. Он нырнул и побежал вот здесь вот через эту дорогу на пляж. И лежат люди, да, на пляже, они загорают, отдыхают. И вдруг видит пингвин. Как бы, это же не Арктика, не Антарктика, но пингвин, он прибежал. Его поймали, вот, вернули в дельфинарий, трубу закрыли. Но он был пингвин, он был очень настойчивый. И потом все равно он сбежал, и, к сожалению, ну, такая печальная, грустный конец этой истории. Его здесь вот прямо на Руставели, рядом с дельфинарием, сбила машина. То есть они не увидели его и случайно его сбили. И вот эта вот история пингвина, она вот на этом закончилась. Но вот можно, такой вот интересный факт о дельфинарии, что здесь жил настоящий пингвин. И есть фотографии в интернете, любой может найти, даже прямо открытки, где участвовал в представлениях маленький пингвиненок. Вот такой он был. Сейчас мы с вами находимся в зоопарке. Зоопарк, на самом деле, больше ста лет ему. Он был основан в 1898 году и начинался с небольшого манежа, где были разные обезьянки, ну, такие мелкие животные для развлечения тех, кто приходил гулять в парк. Но сейчас он развился до огромного зоопарка. Он состоит из двух частей. Сейчас мы находимся с вами в части, где крупные животные. Здесь есть и олени, и зебра, и пони, такие небольшие. И потом мы пройдем с вами во вторую часть, где находятся обезьянки, птички разные, необычные, экзотические. И разные еще маленькие кролики. Всех можно погладить даже так через клетку и покормить. Да, его зовут Пипито. Пипито, да. Его, на самом деле, этого козла, его хотели, поймали охотники, хотели его принести, как, вы знаете, как в жертву. Здесь до сих пор еще такое бывает, что вот как бы именно как вот, ну, как жертву на праздник какой-то. Но его спасли и вот в зоопарк отдали, потому что такого миленького, как его можно принести в жертву. Вот теперь вот он здесь живет, ему, по-моему, три года, вот, и вот он его зовут Пипито. Вот, он очень любит, когда его чешут, вот, и любит морковку. Вот здесь, недалеко от парка, мы видим граффити, посвященное Купате. Купата – это наша местная достопримечательность, так можно сказать, живая достопримечательность. Это маленькая собачка, которая прославилась по всему миру. Она любит переводить деток через дорогу. Сейчас у Купата в отпуске, она отдыхает, потому что, ну, Купата, на самом деле, это не она, это он. Вот, и он отдыхает сейчас, потому что он очень, его все любят, и его очень много кормили. И поэтому он стал очень-очень толстым, да, его посадили на диету, даже сделали ему какую-то операцию, да, чтобы он был похудее. И сейчас поэтому он в отпуске у своего хозяина нового, который его приютил, потому что до этого он был бездомным псом. Вот, и он сейчас отдыхает, живет он вот в тех дворах. Самый частый вопрос среди туристов, почему же парк назван 6 мая? Некоторые даже исправляют, наверное, 9 мая в честь Дня Победы. Но на самом деле это не так. Парк действительно назван в честь 6 мая, и для Аджарии это на самом деле очень такая значительная дата. 6 мая – это первый день освобождения от тирании Аслана Абашидзе, который здесь правил в течение почти 13 лет и держал Аджарию, ну, как сказать, в страхе. То есть это была, она была как отдельным государством в государстве. Только с приходом Саакашвили Абашидзе свергли. И, соответственно, это произошло 6 мая 2004 года. И в честь вот этой вот даты освобождения Аджарии и назван вот этот вот парк. Надеюсь, вам понравилась наша экскурсия. Напишите в комментариях, где бы вы еще хотели побывать вместе с нами. И по традиции – подписка, лайк, колокольчик.